всем добрый вечер мы сегодня урок проходит немножко нестандартной ситуации потому что у меня нет в моем кабинете света я приходится приводить его в рядом классе поэтому надеюсь акустика будет нормальная с точки зрения немножко эхо здесь большое большое помещение я тут один никого нету по этой причине может быть эхо и так у нас наша глава митсура наша глава митсура и мы в принципе как я уже говорил на прошлом уроке тазрия и митсура они обычно идут вместе поэтому так или иначе в принципе глава митсура продолжает тему жена которая была начата в предыдущей главе в главе тазрия и эта тема называется царат проказы приводят совсем проказа потому что царат она затевает не только человека это не болезнь это духовная проблема и она может быть и в доме и на волосах и на теле и на одежде и так далее и так далее и сегодня то есть если мы на прошлом уроке то есть разбирали один аспект сегодня я хочу скажем так через голову прийти к очень интересному пониманию дело в том что в нашем современном мире не существует этой проблемы царат но в принципе можно из этой проблемы выучить и на наше время давайте немножко разберемся с очень интересным моментом который поднимается в нашей голове а точнее он уже поднимается дальше в стол мудрецов у хазар когда они обсуждают наш вопрос и там есть очень интересная вещь я вам покажу где всевышний ведет споры как талмудический между ним и его фотос называется небесной ешивой по поводу именно митсура сейчас мы с этим разберемся и так что такое царат царат что такое царат есть много объяснений и одна из вещей сказано в нашей главе нашей главе это глава тазри предыдущая глава в принципе скажем так у нас человек которого появится на коже тела его опухоль или шай или пятно и станет на коже тела его как бы язву проказу должно быть приведен корону и так далее и так далее то есть в принципе глобально это может появиться кстати не только на коже потому что мы если мы читаем дальше и на дом у него там свои виды проказа и лишай и так далее там тоже лишай речь идет центральный скажем так показатель так называем царат на теле человека это что называется ловен ловен это белые пятна почему подсказано когда муж и рабын заснул руку и вот он вытащил руку она кошелек покрыта как снегом она стала белой в принципе белые пятна это основной из скажем так определений царат с другой стороны в трактате на гаим в мишне сказано что есть случаи когда есть белая белые пятна но они не являются царат они не являются царат и они не оскверняют ритмальной чистотой они называются бога бога это и спеша это мы можем увидеть тоже в 13 то есть это прошлая глава но это 13 глава книги воикра в тридцать девятом стихе сказано и увидит священник что на коже тела их пятна белых бледно-белые но это светлый лишай расцветший на коже он чист то есть да то есть у нас есть то что не является заразным окей и в принципе есть определение то есть да когда появление белой вот это вот гадости показатель царат а когда появление белое не царат а лишай который не запрещает это очень интересный момент если нет то снова это мишна там хатина гаим который говорит что в случае если то есть да она решает это будет бога то есть лица лишай или это будет царат вот эта вот проблема назовем его проказы кто переводит но это снова неправильно так вот это зависит от того где вот это вот белесая видишь белые пятна белое появляется вначале дело в том что если белое появляется сначала на коже а потом на волосах то есть да literacy на кожу мы получили переход еще сюда вот это на есть если жесточностью наоборот если сначала появляется белое на волосах а потом эта переходя на кожу это лишайн и это не сверняет Теперь, по этому поводу, а когда есть сомнения, когда появилось здесь или там, там или здесь, где было раньше, то есть да, запрещено, не запрещено, и здесь как бы есть спор, это уже, кстати, есть спор в Мишне между мудрецами и Рабьёшу. Так вот, сказано, если появилось лишай, которое вот это белое, то есть пятна появлялись до волос, то это осквернено, то есть ритуально чисто. Если белое появится до, то есть белое на волосах появится до того, как появится на лишай, то это будет чисто. Да, и теперь, а если, то есть мы не можем затрудняться, не можем понять здесь или там, каков закон, таме, то есть наши мудрецы говорят, что будет ритуально не чисто, а Рабьёшу говорит тига, если будет ритуально чисто. То есть, в принципе, во случае спор есть вот такая вот вещь. И тут есть очень интересный момент. Параллельный спор происходит, описан в трактате Баума-Ция между Всевышним и между Ешивой, Небесной Ешивой, так называемой. И там такой очень интересный рассказ появляется. Ешива-Шельмата, это написано, то есть Метифта-Деракия, 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 Метифта-Это Ешива на арамейском, Деракия-Это Небесная Ешива. Так вот, по этому поводу, когда есть сомнения, что появилось раньше белое на волосах или на коже, то есть делать это чистым или нечистым, когда в ситуации есть спор между ними. Когда Всевышний говорит, что этот человек чистый. То есть, если сомнительная ситуация, мы говорим, что человек чистый. На что ему говорит Небесная Ешива? Я не знаю, как там Небесная Ешива, там, наверное, мудрецы, то есть души мудрецов, там, ангелы, там, не знаю, кто там находится в той Ешиве. Они говорят, что нет, он нечистый. Теперь, спор-спор. Теперь, кто будет решать спор между Всевышним и Его Ешивой, в которой Он преподает, в которой Он спорит? Они по этому поводу позвали раба Барнахмани. Раба Барнахмани считался величайшим специалистом по проказе, по Нега Цара, и они его позвали, чтобы он сообщил. И он, когда вошел на тот свет, установил Галаху как Всевышний. Тогда установил Галаху как Всевышний и сказал, что Ото будет чистый, то есть Тагор, если это спорная ситуация. То есть, Мегмара рассказывает так. И когда ушла его душа. Теперь вы понимаете, вообще, как призывают на Небесную Ешиву, чтобы разобраться? Человек умирает. То есть, в принципе, они забрали душу раба Барнахмана, забрали Небесную Ешиву, и он поднялся туда, потому что нам нужен был. Поэтому иногда, когда говорят, умирает великий человек, говорят, что он был призван в Небесную Ешиву, потому что он там понадобился. Вот. И вот раба Барнахмане понадобился, они его подняли, то есть номер, и они ему говорят, задают вопрос, и он говорит, Тагор, Тагор, то есть чистый. То есть, если это сомнительная ситуация, человек чистый, все замечательно, все прекрасно, все хорошо. То есть, счастлив ты, раба Барнахмане, что ты чист, то есть уходишь на тот свет чистым, и твоя душа вышла, когда ты сказал фразу Тагор, то есть, да, чисто. Вот. То есть, и очень интересный такой вот рассказ, то есть, я еще раз говорю, то есть, мы сейчас увидим, как это влияет, и как это, то есть, работает в нашем мире. Но сначала мы увидим, что этот спор не закончился там. Этот спор продолжается и в эпоху мудрецов первого поколения, в эпоху Решунин. И тут тоже есть, скажем так, спор. Раш Мишанс, Раш Мишанс, один из серьезных комментаторов Мишны, говорит, то есть, в его комментарии на Мишну, в Тамны Гаим, по поводу этого спора, то есть, спорной ситуации, говорит, что Аллахак Рабиошуа. Почему Аллахаки Рабиошуа? То есть, что человек, у которого есть сомнение, что было раньше, он чистый. Как сказал Рабиошуа? Почему? Какой ответ? Говорит Рабиошуа, Раш Мишанс, ка и кочбоху каватэр. На рамейском, то есть, потому что Всевышний в этой, то есть, Шите, Всевышний поддержал это мнение. То есть, да, потому что Гмара рассказывает, что Всевышний может так думать, так как Всевышний, скажет, что вместе с Рабиошуа, то все, все замечательно, прекрасно. Но Рамбам, Маймони, говорит, что не все так просто, в законах Царат, Цефар Таарат, Нига Таарат, Вишн Турат. Он говорит, что человек, который, у него есть сомнение, что было раньше, то есть, белое было на волосах или на коже, он будет Митсурат. То есть, он будет считаться Митсурат, то есть, он да, прокажен. То есть, он зарабатывал эту болезнь. Почему? То есть, попрошу прощения, он сначала пишет, то есть, законы Митсурат и так далее, а потом говорит, что тот, который под сомнением, он читается Митсурами Сафэг. То есть, да, он читается, то есть, что он покрыт проказой, но, то есть, как бы, под сомнением, мы устражаем. В принципе, мы идем к устражению, так он пишет в своей книге. То есть, сомнение, что было, все белые волосы, или сначала на Лишае появилась и белая. То есть, да, это будет считаться нечистым, но в Иераре, в Иераре, Лишу Туматобе Сафэг. То есть, да, он говорит, он будет считаться, что ритуально нечист, но его ритуальная чистота, она сомнительна. То есть, так пишет Рамба. Почему? Почему так считает? Как Рамба может сказать Аллаху против самого Всевышнего? Ведь у нас, можно сказать, что Всевышний так бы мнение сказал. Раба Барнахман его поддержал. Как же Рамба выступает против него? Пишет Рабиосов Карл. Автор Шуханруха, но он пишет в своем комментарии на книгу Мишна Турак и Церквиш. Он пишет, что дело в том, что у нас есть правила. Какое у нас правило? Правило говорит, что она не на небесах. То есть, Тора не дана на небесах. То есть, небо не решает законы. То есть, это интересная вещь, очень интересное правило. Есть в Талмуде еще один рассказ по поводу, называется Тануроши Лахнай. Тануроши Лахнай, это очень интересная тема. Это печь, которая была разбита. То есть, печь, которая была разбита, это керамическая печь. Печь, знаете, раньше в древности делали? Во дворе стали печь. Это был такой, как конус. Разжигали внизу огонь, так вверху ставили эту печь. Вот. И эта печь была разбита и склеена. И она была осквернена. То есть, она была осквернена, в нее попал шерц. И она, то есть, считается, она ритуальная чистота, ритуальная чистота, нечистая. Не чисто. Мудрецы все сказали, что ритуально нечистая. Рабил Азар Барвову просто сказали, что она ритуально нечистая. И у них был спор. Спор! Рабил Азар Барвов был очень мощным таким вот товарищем в своем подходе. То есть, да, и там природа подтверждала. Я спросил, ясен, ясен подтвердил. То есть, там и деревья, природа вся. То есть, показывала, что Рабил Азар Барвов говорил. Рабил Азар Барвов, мудрецы шли своей дорогой и ничего не ответили. Вплоть до того, что появился голос с небес и сказал, что Галаха Кир Абил Азар Бен Горкин. То есть, да, что Галаха как он, он прав. Это чисто. На что был ответ от мудрецов. Лёба Шамайми. Она, извините, ребят, не на небесах. На небесах это не решают. Она дана нам, людям. То есть, мы, люди, должны жить ею. Поэтому она работает в наших мирах. Поэтому невозможно божественные правила вносить в... То есть, божественные правила, когда они работают в статичном, неизменяющем мире, в наш мир. Поэтому на небесах Всевышний дал ее нам, людям. Это еще тогда, когда Мушер Абейн, когда поднялся на получать туру. Ангелы не хотели давать. Что сказал Всевышний? Есть медраж, то есть, да. Когда говорит Всевышний, что вы скажете, ангелы? То есть, скажи, ответим. И он начал спрашивать, скажите, у вас есть Ецарара, у вас есть Пафоначал? Нету. То есть, у вас есть там проблема, а там проблема нет. Ну, зачем вам Пафоначал? То есть, да, то есть, вам Тора не нужна. А Тора – это для людей. Тора должна людей приводить к правильному, к правильному вещанию. Так вот, Роба Шамаями, то есть, она небеса. Кстати, почему спор между Лазаром... То есть, в чем был спор вообще? Если мы уже завтронули, это Танрош и Лахнай. Спор был очень интересный. Так говорил ему Роби Роби Рамаметаля, Захарцели Кевархан. Он объяснял, ведь Роби Лазар, Бе-Горкинус, он был из Бейдж-Шамая, то есть, дома Шамая. А мудрецы были из дома Гелели. В чем разница? Гелель обычно смотрел на реальность. Шамая всегда смотрел в идеал. В идеальном мире – это разбитая посуда. Разбитая посуда не принимает ритуальную чистоту. Поэтому Роби Лазар, Бе-Горкинус, говорил, что она чиста. То есть, то, что ее склеили, она разбитая керамическая посуда. Точка. Мудрецы говорят, в реале ее склеили. Пользоваться можно? Можно. Это посуда, которой можно пользоваться, поэтому эта посуда. Она не считается разбитой, поэтому принимает ритуальную чистоту. То есть, это два подхода. Так вот, рабам вроде бы, поменялись сегодня Роби Лазару. В нашем рассказе про царап тоже приходит к мнению. То есть, вроде бы, говорит, видите, ребята, со всем уважением ко Всевышнему, но Всевышний Галаху не устанавливает нам. Галаха на земле. И дело в том, что большинство мудрецов, то есть, да, постановили Галаху такую, значит, Галаху, как они. Вместе с тем, скорее всего, Рамбам говорит просто потому, что гмара, которая в трактате Баумацыя, которая рассказывает про Всевышнего, это Агады. Это Агада. Это не Галахическое писание. А есть правило, которое Рамбам говорит, Галаху из Агады, то есть, из Агадо, не Галахических, то есть, судье не устанавливают. Мы не можем взять Медраж и из этого Медража установить Галаху. Этого нельзя делать. По этой причине эта гмара не влияет ни на что. То есть, это Медраж, Агада. Галахическая судья у нас только Мишна. В Мишне есть мудрецы, их много, и Рабиошо против них. По правилам Мишны, мудрецы напротив Рабиошо, мудрецы Галаха, как они. Но у нас тут спорная ситуация. А почему мудрецу устражили? Очень просто. Это запрет Торы. Сфек деурайта, то есть, сомнение в законе Торы, устражая. Это правило, которое нам Всевышний дал Тожек. И вот как бы, и все. И на этом все работает. С другой стороны, мы должны обратить внимание, что пишет Рамбам. И рели шитумато без аффект. Это очень странная фраза. То есть, да, у нее, то есть, говорит, раз сомнение, то есть, мы устражаем. Говорит, мне кажется, что его ритуальная чистота находится под сомнением. Окей. Таким образом, вроде бы, классика сфека деурайта лихумра, то есть, да, сомнение в законе Торы устражает. Так, наверное, это то, что считала Небесная Ишива, которая описана на мудрецы, напротив Всевышнего. Это правило. Тогда мы должны задаться вопросом, а Всевышний-то что-то крышал? Он же сам эти правила установил. Что ж он их ломает? То есть, да, это ж его правило, это его дура. Почему он их ломает, почему-то по-другому. И здесь мы можем это объяснить как раз на том, что написано про царапс. Я вас снова возвращаю в голову Тазрия, хотя говорю про голову груди Митсура. Но так он Митсура тоже говорит о прокате. И они обычно идут вместе. Простите, мы снова еще будем в главе Тазрия. И там под конец, то есть под самый почти конец, в 13 главе, 45 стих, звучит так. Обратите внимание. А у прокаженного, на котором эта язва, одежды должны быть разорваны. И голова его должна быть непричесана. И до усов должен он закутаться и кричать «Нечист! Нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он будет нечист. Нечист, он отдельно должен жить вне стана жилища его. Вот такая вот ситуация с человеком, которым Митсура. Во-первых, он одевается в одежды, которые одевает человек, находящийся в трауре. Что не самое приятное. Более того, он должен быть в одиночестве. Его отправляют, извините меня, мы сегодня все прекрасно это знаем, пережившие корону, до конца не пережили. Но как бы мы уже с ней живем два года и знакомы. Всем прекрасно известна фраза «карантин». То есть, когда человека больного отправляют в карантин, побыть в бедуд. То же самое происходит с Митсура. То есть, человек, который находится в состоянии вот этого, когда покрывает так называемого проказа, он его отправляют в бедуд. Он должен быть, он должен там быть, пока с него не сойдет эта проблема. То есть, он вылетает из общества и торчит, так далее. Причем, он мало того, что вылетает из общества, мало того, что одевается в разорванной одежде. То есть, он, в принципе, одет как в трауре. Он еще должен всех, как бы скажем так, в принципе, от себя отбрыкивать. То есть, кричать «таме, таме», то есть, что он нечист, нечист, чтобы все от него подальше держались. И эта картина весьма страшная. То есть, человек унижается. Человек унижен, человек разбит. Причин этого можно найти много. То есть, если мы возьмем прошлый урок, о котором мы говорили вообще, то есть, про понятие нечистоты, связанное с нашу нора, злословием и так далее, то как понятно, зачем он это делается с ним. В любом случае, выходит, что с точки зрения социальной, общественной, скажем так, перспективы, человек, которого царат, человек мецурат, человек, который покрыт этой проказой, платит слишком большую цену. То есть, да, цена весьма тяжелая. Он находится в бедуде. Он не умлится приятно. И так, он находится и в одежде не очень приятно. И так далее. Поэтому, как бы он отталкивается. Таким образом, весь наш спор, который я до этого вам рассказывал, он представляется в двойной игре. То есть, если тут двойная проблема, какая двойная проблема. То сомнение, которое привел, это может быть сомнение в царат, законах, то есть проказы. Но это также и сомнение, в чем в законах Бенадабле Хавару. То есть, в принципе, это между человеком и человеком. Это сомнение в ситуации, что сейчас делает человек. Если я его объявлю нечистым, то я его должен буду отправить на карантин. То есть, я его должен буду отправить в беду. Он должен быть, скажем так, не в самом лицеприятном виде ходить. И он, в принципе, в лицах людей будет весьма опозорен. И таким образом вопрос становится совершенно другой уже. Буду я устражать в законах проказы, то есть в законах цара, или я буду устражать в законах Бенадабле Хавару? Или я буду устражать в законах между человеком и человеком? И Всевышний выбрал какую сторону? Что он устражает в законах между человеком и человеком. Что, кстати, тоже законы. То есть, Всевышний выбирает в другую сторону человека. Всевышний говорит, ребят, в случае, когда будет позориться человек, в случае, когда это будет бить по человеку, по его социальному статусу, по его общественному статусу, по его социуму, с его личного ощущения, то есть, как это называется, кого-то цми, самоуважение, то есть, личного самоуважения, он, Всевышний говорит, есть софек, то есть, такая фраза, в тот момент, когда есть сомнения, нет сомнения. То есть, да, мы решаем ничего. То есть, в принципе, говорит Всевышний его подход. Мы, вместо того, чтобы делать сомневаться в его, то есть, или чист, не чист, с точки зрения царап, мы будем сомневаться, то есть, с точки зрения его, его кого, то есть, его уважения, его почет и самооценка человека. И мы не будем просто так его, скажем так, унижать и ставить в не очень приятное положение, кроме тех случаев, когда это точно, то есть, да, то есть, тут нет сомнений. И это очень важно. И вот именно вот здесь, это огромный-огромный урок на наше время. Сегодня у нас нет лицовой, но мы немножко это подцепили, то есть, да, то есть, тоже подцепили, вот с этими болезнями. Я напомню, в начале, когда только корона началась, наверное, уже многие не помнят, но люди, то есть, а те, кто заболел, шарахались от прокаженных, то есть, да, и отношение было к ним как прокаженным. Даже мы столько не выздоровели. То есть, люди боялись с ним приближаться, люди боялись, и это проблема. Нельзя так относиться к людям. Более того, это меня, я, кстати, на своей шкуре это испытал, это испытал последний день. Причем, ко мне, то есть, к вообще-то предназначенному, потому что, вы знаете, наше, к сожалению, в Израиле, наше очень любезное СМИ очень красиво промывало мозги, что у нас чуть ли не прокаженный, это весь харидимный мир. То есть, да, почему у нас не было больше заболеваемости? В самой первой волне, в самой первой, мы в шестой волне сейчас, в принципе, но в самой первой волне у них было больше заболеваемости, во-первых, никто ничего не знал. Изначально, во-вторых, у них забыли, что у них семья не три человека, не два, то есть, не один ребенок и собака, а десять детей. Поэтому, если какой-то ребенок заражает, он заражает всех. То есть, если там у ребенка заражает светская семья, там заражается три человека, четыре. Когда заражается ребенок, в харидимной семье заражается двенадцать человек, шестнадцать человек. То есть, да, пропорции совершенно другие. Плюс, так как дети крутятся вот так, потому что семьи большие с большими детьми и есть дом, то дети заражают друг друга, то, извините меня, весь дом уже болеет. Вот. И это люди забыли. С другой стороны, во второй, то есть, вторая волна, третья волна, четвертая волна, у харидимской заболеваемости была почти самая низкая. И по сей день это так. Но люди, почему-то, когда видят харидим, то есть, относятся к нему прокаженным. Начинают маску на уши натягивать побыстрее, хотя сами только чтобы из маски шлялись и разговаривали, целовались и так далее. Я это просто видел несколько раз по себе. Я иду, на улице, маску уже не надо ходить на улицу. В принципе, с точки зрения эпидемиологической, тоже нет никакого смысла на улице маски ходить. И я вот сколько раз видят меня и начинают вот так вот обижать меня, маску натягивать срочным образом и так далее. И вот это то, что делать нельзя. Это отношение неверное к людям, которые, это только с короной даже говорят, относиться к людям как к прокаженным. Более, даже если он больной, то есть, он не виноват, что он попал в эту ситуацию. И относиться к нему так, это нарушение грубейшее между человеком и человеком. Это то, чего боялся Всевышний. Это почему Всевышний не хотел говорить, что человек, который, сомнения есть, у него да, проказа или нет, то его мы не объявляем прокаженным, а выводим, потому что это большое самоуважение человека, его почет, его собственность, его достоинство, оно очень дорого. и за ним нужно его соблюдать. Причем это в любых вещах, потому что иногда есть люди, которые, не только в болезнях, если иногда человек, который сделал то-то, другое и так далее, и люди начинают как бы обходить стороной, относиться к прокаженному и так далее, и стоит 20 раз подумать, когда есть сомнение, есть сомнение. Только если ты действительно знаешь, да, то есть человек, который заболел короной, он больной, да, нужно держать от него расстояние, то есть почему потом, чтобы не заболеть, чтобы не заразиться. Да, человек, который сделал что-то плохое, то есть нужно от него держать на состоянии, но когда ты сомневаешься или не знаешь, запомни, что, то есть да, можно сказать, да, я устражаю, потому что вот тут закон оторе, и так далее, не забывайте, что очень часто соотношение между человеком и человеком – это тоже закон и тоже. И Всевышний очень сильно это поддерживает. Несмотря на то, что на Галаху, может быть, выйдет так или по-другому, но урок нам, мы можем выучить из этого очень-очень-очень сильный. Всегда-всегда думайте о самооценке достоинств любого человека. На этом, в принципе, то, что я хотел сказать, я сказал. Мы начали чуть раньше, поэтому мы закончили чуть раньше. К тому же сегодня не было урока по рамбаму, к сожалению, из-за того, что у нас тут проблемы со светом были. Поэтому в потемках я это проводить никак не мог, и тут были заняты помещения. С Божьей помощью, в принципе, на следующей неделе, как я говорил, уроков не будет. То есть я буду вывешивать, наверное, на следующей неделе, начну с этой недели, всевозможные законы Песоха. Я думаю, что всем есть, что делать, готовиться к Песоху. Работа не почет и край. Поэтому я хочу пожелать всем Песох, кошер в СМС. Напомнить тем, кто в Зуме, тем, кто не в Зуме, не слушает записи и так далее. До среды следующей. Через меня можно продать хамец. То есть можете через как-то обратиться ко мне через ботсов, через телефон и так далее. Прийти ко мне в гости вместо, завтра все это не починят. Значит, у меня мозган включат. То есть я не буду помирать дальше, как было сегодня. Кто придет на Леседов, увидимся. То есть на Леседов мы затошим. Кто поедет на экскурсию, на которых мест уже нет, на экскурсии увидимся. Так что отдыхайте, празднуйте, выходите из своего Египта. Каждый из своего. Очищайте свои дома, очищайте свои сердца. И что у вас было действительно в Песох. Знаете, почему в Песохе? Это про Пурим надо говорить, Пурим Кашер. Потому что Пурим в Самеах точно будет. Вопрос, будет ли он Кашер, с точки зрения выпивки. А вот в Песохе, так как все драют, он будет действительно Кашер. Вопрос, будет ли он после этого Саме. Будет ли он после этого радостным. Поэтому я пожелаю, что у вас был Песох в Саме. То есть радостного Песоха. На этом я выключаю запись. Всего хорошего. До свидания, кто дослышал записи.